МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Весенняя-летняя парламентская сессия только набирает обороты, а градус противостояния демократического большинства и оппозиции в лице партии социалистов уже близится к критическим величинам. Можно предположить, что таковы реалии предвыборного года. Но что обращает на себя внимание? Многие вопросы, как, например, вопрос, хотим ли мы потери своего государства и стать частью другого, политики пытаются решить сами, абсолютно игнорируя народные воли изъявления. Об особенностях политического 2018 года поговорим с нашим гостем, депутатом парламента и исполнителем-секретарем партии социалистов Владом Батрынчем. Здравствуйте! Здравствуйте, Санислав. Начну наш с вами разговор с главной, пожалуй, новости сегодняшнего дня, объявленной Дарином Киртакой отставкой с поста генерального примара муниципе Кишинел. Примерно можно предположить, какова ваша реакция. Но все-таки, вот что сегодня по этому поводу готова заявить партия социалистов, какова реакция сегодня парламентской оппозиции, и что может последовать дальше после этой отставки? Ну, а как и многие пытались просмотреть, да, вот сегодняшнее обращение Дарина Киртак, меня хватило только на пять минут, плача Ярославны, да, о коррумпированном государстве, да, вот захваченном государстве, подконтрольной юстиции и так далее. Ну, слушайте, не этому гражданину говорить, потому что если бы у нас не было вот этого всего, если бы действительно была независимая юстиция, да не должен был он подавать в отставку давным-давно. Этот человек должен был находиться в местах не столь отдаленных, по целому ряду статей, хищения, откаты, схемы в муниципе Кишинал, коррумпированные схемы с бизнесом, назначение абсолютно незаконное чиновников и так далее. Ведь примария работала без вице-примаров, примария работала без публичных конкурсов, назначал на все функции своих однокашников и собутыльников. Соответственно, конечно, печально, что в нашем государстве не существует юстиции, которая могла бы привлечь чиновника к ответственности по тем десяткам, сотням уголовных дел, которые возбуждены против примарии, против генерального примара, сотрудников мэрии. То, что происходило сегодня, это лишь такая отчаянная попытка Дарина Киртуака вернуться в публичное пространство, создать себе образ какой-то там жертвы, пострадавшего и так далее. Пострадавшие в этой всей истории лишь жители нашей столицы, которые были заложниками все последние 11 лет, 10 лет с лишним непосредственно Дарина Киртуака, которые никак не могли повлиять на коррумпированную мэрию. Более 300 гектаров земли ушло под строительство, около 200 гектаров зеленых насаждений уничтожено, полный бардак в коммунальном хозяйстве. И, конечно, это уже его отчаянный жест ради какого-то своего личного пиара, потому что он уже понимал, что в примарии он не вернется. И уже давным-давно были призывы и с нашей стороны, и со стороны правых партий, и со стороны просто общественных активистов. Ну, пойди ты хоть раз на мужественный шаг, подай в отставку, ты же уже полностью скомпрометировал. Ну, нет возврата. Ну, как бы то ни было, сколько веревочки не видится, но история Дарина Киртуака в любом случае должна была закончиться. Печально, повторюсь, что это не случилось через приговор суда. Да, печально, что чиновник, виновный в многих преступлениях, сегодня гуляет на свободе и спокойно из партийного офиса организовывает пресс-конференции. Как бы то ни было, выборы в любом случае состоятся. Очень важно, чтобы люди все же сделали выводы из происходящего за последние 10-11 лет, чтобы люди перестали избирать по принципу геополитическому, по принципу каких-то сказок, мифов электоральных. Но видно же было, что при Марии это не Дарина Киртуака. Видно было, что у него нет ни желания, ни настроения, что этой деятельности он не горел. Видно было, что он неделями не появлялся на рабочем месте. Поэтому очень важно, чтобы люди на будущих выборах в муниципе Кишинау, которые будут уже досрочными, осуществили рациональные выборы и не велись на какие-то лозунги, на какие-то попытки манипулировать общественным мнением. Этому городу нужен человек с командой, этому городу нужен человек, который знает проблемы, который будет бороться с теми схемами, которые существуют. Ну тогда уже и к теме нашей программы. Предвыборный год уже стал наглядным доказательством того, что 2018 год станет или будет достаточно жарким годом политического противостояния. Партия социалистов предлагает, к примеру, вернуть паспорта отчества, так как это помогает защитить нацменьшинство. Местные советники и мэры десятков сел подписали символическую декларацию об объединении с Румынией и признали признание румынской идентичности. Более двух сотен населенных пунктов уже поддержали обратную декларацию и в пользу сохранения государственности Молдовы. Накануне вступил в силу запрет на ретрансляцию российских телеканалов, российских новостей, запрет, инициированный демократической партией. ГОД обещает быть щедрым на подобные новости. И все же, если их конкретизировать, какие политические задачи сегодня ставят перед собой партия социалистов и какие, на ваш взгляд, ставят перед собой приоритеты ваши ярые оппоненты, демократы? Ну, прежде всего, что касается паспортной системы, ведь мы говорили об этом на пресс-конференции в начале этого года, что мы выходим принципиально с целой серии законопроектов, которые гармонично связаны между собой в области защиты прав человека. По сути, права гражданина сегодня нарушаются не только в системе документирования, когда людям просто не позволяют написать отчество, есть добрая традиция, десятилетия целые и так далее. Речь идет, прежде всего, о равном доступе к образованию, потому что сегодня в кодексе образования не существует никаких языков, кроме румынского, все остальные, даже русский язык иностранный. Речь идет о доступе к юстиции, потому что сегодня инстанции не в состоянии соблюсти права человека в области предоставления ему перевода всего делопроизводства на язык, который удобен человеку, на русский, допустим. Сегодня инстанции не отвечают на языке другом, кроме государственного. Соответственно, речь идет о юстиции. У нас есть целый ряд важных законопроектов. Наши коллеги с социальной группы «Односталка», других коллег, то, что касается обеспечения равного доступа к здравоохранению. Потому что сегодня вы же наверняка знаете, сегодня даже фармацевтики, лекарства, аннотации и приложения к лекарствам не переводятся с молдавского языка. И, соответственно, людям во многих районах очень трудно понять, что это за лекарство. Сегодня есть проблемы с подготовкой профессиональных кадров для медицинской системы, тех, кто будут знать и русский язык. Соответственно, есть большое количество проектов, с которыми мы будем выходить для того, чтобы в Молдове начали соблюдать права человека и чтобы доступ ко всем социальным услугам был и на языках национальных меньшинств, а не только на молдавском языке. Соответственно, вот этот вопрос, проект с документированием населения, это лишь один из целой серии проектов, которые мы будем продвигать для того, чтобы Молдова начала соблюдать международные конвенции. Потому что они очень любят себя хвалить на разных европейских трибунах, потому что Молдова там очень сильно продвинулась в плане демократизации, соблюдения прав человека. На самом деле это все чушь, на самом деле это, как правило, декларативные очень заявления, популистские, и ничего на этом не соблюдается. У нас подготовлена для этой сессии очень серьезная концепция по ряду законопроектов в области экономики, то есть налоговая система, которая должна стать стимулирующей для бизнеса, потому что бизнес сокращается. У нас сегодня в структуре экономики только 20% это в структуре ВВП, только 20% это реальный сектор экономики. И поэтому мы будем очень много говорить и продвигать тех проектов, которые немного стимулируют бизнес и в перспективе попытаются привлечь инвестиции в Республику Молдову, потому что сегодня в совокупной валовом внутреннем продукте ВВП сегодня, так скажем, составляющая налоговая, налоговое бремя выросло с 20 до 28%. То есть это все мероприятия, которые предпринимает сегодня правительство, они только сокращают, сжимают бизнес, производство. Мы будем выходить и с этими проектами, именно поэтому первую процедуру отставки мы инициировали против министра экономики Габурича, потому что им хватает совести еще заявлять о каком-то экономическом росте в ситуации, когда в реальном секторе экономики большие проблемы. В этой сессии мы планируем продемонстрировать весь популизм демократов и вот все эти процедуры отставки, которые мы инициируем, мы по блокам от экономической и социальной ситуации к другим ситуациям мы продемонстрируем им с цифрами, с фактами, что то, что они говорят и заявляют избирателю, все эти популизмы, на самом деле это все мишура, и за ними не стоит никаких цифр. В общем, у нас большие планы на эту сессию. Конечно, мы приближаемся к парламентским выборам. На что будут ставить ставку демократы, конечно, на этих выборах? Это административный ресурс, это репрессивная машина и так далее. Нам надо противопоставить очень реальные и конкретные вещи, чтобы люди четко видели альтернативу. Я не вижу, с чем пойдут на выборы демократы, потому что они несут ответственность. Вы заметили в их риторике? Вот они во власти только два года. Ну, глупости, они во власти восемь лет, и им нечего ответить по всем тем вопросам, проблемам, которые были за эти восемь лет. Это правые партии традиционно пойдут единой гурьбой и будут бить только на геополитику. Мы, социалисты, будем говорить о реальных проблемах людей. Влад, вы упомянули требования об отставке Кирилла Габуриевича. На ваш взгляд, какова перспектива вот этого требования? И кто еще из министров нынешнего кабинета министров пройдет через такую процедуру? Мы, безусловно, не наивны. И мы прекрасно понимаем, что у нас сегодня не существует парламентского большинства. Да, сегодня парламентское большинство очень комфортное у Плохотнюка. В это большинство ему делегировали 15 коммунистов, 17 либерал-демократов, четверо либералов и так далее. Поэтому мы понимаем, что сегодня у них есть это большинство. Но наша задача использовать парламентскую площадку для того, чтобы на ее основе мы хотя бы начали обсуждать важные проблемы проекта, чтобы мы ставили их в ситуацию, когда они какие-то проекты вынуждены будут поддержать. И, конечно, мы еще раз повторюсь, хотим продемонстрировать весь популизм тех месседжей сегодняшней власти, демократов, которые очень много рассуждают об улучшении ситуации. И поэтому мы будем приглашать министров по одному для того, чтобы продемонстрировать по каждому из направлений все те проблемы, которые существуют. Идея эта возникла также потому, что они любят говорить, что у нас парламентская республика. Когда они ограничивают президента, когда они меняют правила во время игры, когда они меняют конституцию абсолютно незаконными методами, интерпретируя ее. Они очень часто любят говорить, что у нас парламентская республика. Мы же видим, что по сути правительство это автономные органы. И хотя по закону подотчетен этот орган правительственный, правительство, парламенту, но на самом деле Филипп даже не посчитал нужным явиться в парламент в конце сессии и дать отчет за деятельность правительства. Хотя это предусматривает и закон, и этого требовали парламентские фракции. Поэтому в ситуации, когда он не явился в парламент, у нас нет сегодня 33 голосов для того, чтобы инициировать процедуру отставки всего правительства. Мы приняли решение, что мы будем инициировать процедуру, покажем министру отдельно. Вскрывая проблемы, предоставляя имеющуюся информацию. В всяком случае мы будем выполнять нашу миссию, как и оппозиция, для того, чтобы люди были как можно лучше информированы. В том числе и отсутствие результатов по украденным миллиардам и так далее. Но в конечном итоге, конечно, еще раз повторюсь, мы не наивны. Вот с этим большинством, с этим правительством, с этой ситуацией, с Демпартией Плохотнюка, которая все контролирует, конечно, нам очень сложно что-то реально изменить. Реальные перемены возможны только на парламентских выборах. Ну вот ваше видение такого момента, который сегодня мы наблюдаем в нашей стране. Не секрет, что в несколько десятков премарий объявили 2018 год, годом объединения с соседним государством. Вот на ваш взгляд, что это? Пиар-акция определенных партийных структур или какая-то, не знаю, такая составляющая гибридного расползания, попытки расползания нашей страны? Что можно противопоставить, что удается противопоставить вот этой ползучей атаке на государственность Молдовы? Ну, в вашем вопросе, Станислав, уже как бы содержится и ответ. Это действительно свеже-таки. Это не позиция страны, это не позиция большинства граждан. Это просто пиар-компания определенных унионистских партий. Это просто передел, внутривидовая борьба на вот этом унионистском поле. Кто там из них больше унионистов, и поэтому они же сами даже не могут объединиться. Вы видите, да, вот появились ряд новых организаций, не будем их рекламировать. Появились ряд новых деятелей. Идет внутривидовая борьба между Шалару и Гимпу. Но в конечном итоге, то, что они сделали с этими примариями, я думаю, что сегодня они уже поняли, что это глупость. И с их стороны это просчет. Потому что если они более месяца при поддержке властей сумели убедить только 20 примарий из 900, это демонстрирует их слабость. Потому что Басевску, вот я вам напомню, и вам, и телезрителям, что вот как Басевску мог попасть в государственный университет без помощи со стороны государственных структур, без помощи со стороны Министерства образования. Понятно, что ему двери там открыли. Потому что кто-то остановил учебный процесс, собрал педагогов, собрал студентов. Поэтому власть им содействует. Посмотрите, как его принимают в районах. Открываются перед ним двери районных советов. И при этом руководители районов, которые являются и представителями демократической партии Плохотнюка, они очень доброжелюбно его встречают, собирают весь район. Соответственно, власть сегодня поддерживает унионистов. Потому что Плохотнюку, который претендует в будущем парламенте, и я смотрел на днях, у вас тут Дьяков был на дебатах, они опять пытаются себе создавать роль, что они будут центральным переговорным звеном формирования этой власти будущей. То есть приучают к мысли. Да, забывая о том, что решать-то людям надо будет на выборах. Может, вообще там демократа места не будет. А унионисты, им для этого и нужны. Им нужно их чуть-чуть накачать, чтобы иметь в будущем парламенте 10-12 штук унионистов, для того, чтобы потом лепить из этого всего какое-то большинство. Соответственно, поэтому сегодня все эти унионистские движения, они крышуются властью. Но в чем их просчет? Они не ожидали, что будет такая мгновенная реакция. Если они за полтора месяца собрали еле-еле с трудом 20 приморей с 900, то всего за 10 дней без поддержки власти, без административного ресурса исключительно на основании своих взглядов доброй воли 200 приморей высказались подавляющим большинством против унионизма, осудили унионизм и выступили с идеей, что необходимо консолидировать, укреплять нашу государственность, суверенитет Молдова. Необходимо не допускать этих нападок. Посмотрите, да, полтора месяца при помощи власти 20 приморей, и люди организовываются без административных ресурсов, вопреки власти 200 приморей за 10 дней. Это говорит о том, что унионисты спровоцировали объединение, консолидацию государственников, потому что это не приморей партии социалистов. У нас всего лишь более 50 приморей, а уже 200 высказались и продолжают высказываться. Речь идет о том, что поддерживают и даже те, кого завербовали демократы, люди, которые искренне возмущены этими нападками на государственность. Поэтому я думаю, что унионисты, стремясь создать, раскачать свою электоральную платформу, потому что у них нет других больше тезисов, они лишь помогли государственникам сплотить здоровые силы общества. И это хорошо, это показательно. Сегодня мы наблюдаем за тем, как проходит в стране сбор подписей в поддержку президентской республики. Идея, которая, как нам кажется, должна укрепить будущую власть, принять определенных решений по изменению, может быть, основного закона или по возвращению полномочий президента. В целом, ваша оценка того, как проходит сам сбор подписей, насколько активны сегодня граждане Молдовы, отзываются на идею укрепления президентской власти. И какова перспектива всего этого процесса? Ну, хочу вам честно сказать, идет вот эта кампания лучше, лучше, чем нам казалось. Мы не ожидали такой активности со стороны людей. Я думаю, и в этом плане власть, пытаясь заблокировать президента, она, по сути, где-то нам помогла в работе с людьми, потому что мы встречаем сегодня в территориях понимание со стороны людей. То есть, у людей есть возмущение. Ну, как так? С одной стороны, есть парламентское большинство, у которого нет реальной поддержки населения, потому что никто в 2014 году за это большинство анонимное не голосовал, за этот туризм, за эту коррупцию. И вот с другой стороны, есть президент, за которого проголосовало рекордное количество молдавских граждан, избирателей. И когда вот это вот парламентское большинство без народной поддержки ограничивает полномочия, меняет правила во время игры, интерпретирует, по сути, подменяя текст Конституции и пытается заблокировать президента, понятно, что в этой всей ситуации появляется возмущение людей. Как так? Почему они смеют это делать? И поэтому сейчас, когда мы проводим эту кампанию, у нас тысячи активистов, депутаты, канцелиеры всех уровней, примары, наши просто партийцы, сторонники, ходят и объясняют людям, что такое президентская республика, почему мы собираем подписи. Понимание очень хорошее. Люди хотят видеть и у нас в стране единую вертикаль власти. Они хотят понимать, кто несет ответственность за то, что происходит в республике. Они хотят понимать, кто управляет республикой, чтобы республикой управляли избираемые лица. В этом суть демократического процесса, а не назначенцы. Соответственно, компания идет хорошо, мы работаем. Да, у нас уже есть, ну не знаю, это постоянно актуализируется. Мы сейчас, я думаю, что где-то приближаемся к 800 тысячам. Ну, за 700 уже точно перешагнули. И, в принципе, мы не гонимся за количеством, потому что нам важно качество этого процесса. Мы приняли решение продлить эту кампанию по сбору подписей за президентскую республику до 1 апреля для того, чтобы продлить и дискуссию общения. Потому что люди, конечно же, спрашивают, аж какие принципы, да, вот что даст президентская республика. И это все надо объяснять. Потому что люди, вот, допустим, ну не все так хорошо понимают, какие есть модели государственного управления. Надо объяснять, что там президент, президентская республика, это глава исполнительной власти, да, вот, в том числе, то есть несет ответственность за деятельность правительства и так далее. Парламент сохраняется, но парламент сохраняет свои полномочия в качестве верховного органа в плане законотворческой деятельности, издает законы, указы, обязанные к исполнению всеми гражданами. Но при этом есть четкие принципы разделения. Вот есть парламентская деятельность и правительственная. Сегодня мы видим, что, по сути, не парламент управляет страной, по сути, правительство, правительство выполняет поручения и те решения, которые принимаются не в здании правительства. Поэтому мы предлагаем ту модель, при которой будет очень четкой, понятной и видно, кто за что отвечает. Чтобы не повторялись вот эти ситуации, когда правила коалиции, делили-пилили в коалиции, а когда наворотили делов, вот так друг на друга показывают. — Вы привели пример, что такое огромное количество людей уже подписали, порядка 800 тысяч. Я думаю, этот процесс действительно будет набирать обороты. И цифра в миллион не за горами. Тем не менее, вопрос, я думаю, вам задает, что дальше, что будет происходить дальше с этими подписями. К чему сподвигнет вот такой мандат народонаселения, народный мандат или мандат наших избирателей? Потому что это же не просто согласие, это ведь, наверное, какой-то посыл к изменению ситуации. — Да, вы абсолютно правы, Станислав, потому что очень важно, что будет дальше. И в конечном итоге, какая дорожная карта, юридическая, правовая всего этого процесса. Конечно, для того, чтобы реализовать вот этот проект, необходимо изменить Конституцию. Конституция меняется сегодня посредством парламента, посредством референдума всенародного. И именно поэтому мы объясняем людям и обещаем их, что вот их голоса, точнее, их подписи, лягут в основу организации нашего съезда партии, который пройдет ближайшие, так скажем, полгода, скорее всего, в сентябре, и на котором вот эти подписи лягут в основе нашего главного центрального предвыборного обещания, от центрального пункта предвыборной платформы, а именно изменения формы власти в Республике Молдова. И мы обязуемся, как партия, которая идет на парламентские выборы, как партия, у которой есть доверие большинства людей, мы обязуемся в будущем парламенте инициировать процедуру изменения Конституции. И лишь в момент, когда все процедуры будут соблюдены и будут подтверждены и людьми, и парламентом, лишь тогда мы сможем изменить Конституцию и перейти на новую форму власти. Но, как бы то ни было, Станислав, самое важное на этом этапе для нас, чтобы мы хорошо пообщались с людьми, чтобы люди понимали, в чем состоит этот проект, и чтобы люди понимали, что это в интересах Республики Молдова. Мы приводим им пример России, пример Белоруссии, тех стран, где сильный президент обеспечивает и верховенство права, и сильную экономику. И очень хороший пример, в частности, в Белоруссии, когда президент не позволил приватизации, приватизации тех средств производства, которые принадлежат людям, фабрик, заводов, прибыльных предприятий. Бюджета образующих, тех, кто является донорами государственного бюджета. Да, безусловно. И в условиях, когда мы хотим видеть в Республике Молдова правовое государство, где все граждане равны перед законом, и юстиции относятся к гражданам в равной степени, мы хотим напомнить, что у нас президент гарант конституции, в том числе и гарант соблюдения прав человека. Мы же видим, что сегодня этот парламент не может обеспечить юстицию и правовое государство в Молдове, потому что у них есть интересы, есть те грехи, которые надо замолчать, закрыть и так далее. И поэтому сегодня юстиция находится в политическом кармане. Президент — это гарантия того, что парламент, правительство не будут влиять на беспристрастность судебного процесса, не будут влиять на попытки давить на кого-то примара, депутата, не будут пытаться использовать юстицию в качестве какой-то дубинки над чьей-то головой. Поэтому у нас вот такое видение. Какова судьба скандальных инициатив, внесенных в парламент? Я имею в виду предложение о выйти из Содружества независимых государств. Инициатива для определения внешнеполитического вектора, внесения в Конституцию такой инститагмы, как евроинтеграция. На Ваш взгляд, какова перспектива и действительно судьба, как сложится этих предложений? О выходе из СНГ сегодня речи не идет вообще. Тот проект, который был зарегистрирован в парламенте, он абсолютно юридически безграмотен. Те люди, которые его составляли, они абсолютно не знают процедуру до вступления и выхода из международных структур. Они не знают принципов международного права. Более того, когда они у нас комиссии представляли в парламенте. И был один из авторов этого всего проекта от либеральной партии. Я его просто спросил, сколько стран входит в Содружество. Он не смог ответить даже, сколько стран входит в СНГ. Я его спросил, а какая процедура выхода из СНГ? Вы можете ее описать, дорожную карту? Раз, два, три. Кто инициирует, как происходит? Не смог ответить, еще и разозлился. Чего мы его экзаменуем? Граждане, вы когда приходите с такими глупостями, хотя бы, если вы не умеете читать, не можете работать с документами, хотя бы попросите каких-то консультантов, кого-то, пусть хотя бы вам что-то там напишут на полстранички. Но это тоже абсолютно популистский для унионистского крыла проект, электральный, показать, что либералы за что-то якобы борются. Они же всегда борются, когда теряют власть. Когда они во власти, они пилят, зарабатывают. Когда они выходят из власти, они спромидают про унионист, выход из СНГ. Гораздо опаснее то, что пытаются сегодня сделать демократы с изменением Конституции. Гораздо опаснее в каком плане? Потому что Демпартия же продемонстрировала, что они не могут останавливаться даже когда против международной структуры. Они не могут останавливаться даже тогда, когда нарушаются самые очевидные вещи, в том числе и Конституция. Что означает европейская интеграция в Конституции? Это означает выхолощивание фактически плюрализма мнений в республике. Это означает, что ни политические партии, ни телевидение, ни эксперты, ни граждане не имеют права продвигать любые тезисы, кроме европейской интеграции. И критика, по сути, даже аргументированная с цифрами, с фактами, та критика, которая, кстати, полна в самом Евросоюзе, в нашем случае может выходить за рамки конституционного поля и может преследоваться. Фактически это вводится в тоталитаризм и государственная идеология. У нас в Конституции очень четко прописано, что в Республике Молдова не могут существовать никакие государственные идеологии. И, соответственно, эта инициатива демократов, она абсолютно антиконституционная, она абсолютно противоречит духу и буквы международных конвенций, принципов международного права, потому что та самая Европа, о которой они очень много кричат на каждом углу, ну нет в европейских странах вот этого всего. Если у них в какой-то стране из Совета Европы, я сейчас говорю, не в Европейском Союзе, там кто-то попытается выйти с такими инициативами, его просто засвистят. Просто обвинят в глупости, обвинят просто в непонимании демократии. А у нас это лишь попытка... Почему они это делают? Помимо того, что это их главная будет электоральная волна, они будут идти к людям. Восемь лет они во власти. Им нечего сказать людям. Им сложно отвечать на вопросы о беззакониях, о миллиардах, об аэропорте, об обанкрочивании предприятий государственных, что у нас сейчас умирает железная дорога в частности. Они не могут говорить о социальном секторе, потому что денег нет. Они не могут говорить о публичном долге, потому что он вырос в два раза. Внутренние долги выросли в два раза. Им нечего говорить. Единственное, с чем демократы могут пойти во власть, это очередная страшилка. Что вот там идет Путин, идут танки. Если вы не проголосуете за нас, то придут социалисты. Закрепление, например, евроинтеграции в Конституции не дает гарантии осуществления евроинтеграции. Да, конечно. Это ведь очевидно. И в данной ситуации, мне кажется, это противоречит не только нормам здравого смысла, но и нормам юриспруденции. Нет примеров, как уже говорили, нет примеров ни в одной стране, где бы подобное закреплялось в основном в законе страны. Ну, конечно, это все беспрецедентно, конечно, это все очень примитивно. Конечно, это тоталитаризм, это цензура, это диктатура, запрет телевидения, завтра запретят думать людям и так далее. Но самое главное, опасный популизм и откровенное вранье. Вот выходит Лянг и заявляет о том, что вот Молдова через три года подаст заявку в Европейский Союз на вступление. Ну, как можно... Мы можем подать и сегодня, если надо. Говорить о таких вещах, когда сам Европейский Союз, его чиновники, комиссар по расширению, четко сказали, что следующие там заявки будут рассматриваться в 2025 году, и ни одно из стран восточного партнерства там не рассматривается. Не собирает Европейский Союз, не собирается расширяться на восток. Они об этом говорят откровенно, открыто и очень четко. А эти приходят и пытаются опять надуть аборигенов. В 2014 году обещали, что в 2015 году подадим заявку. В 2018 обещают, что в 2021 году подадим заявку. Ну, по надувательству чистой воды. И поэтому даже потенциальное ведение этого всего европейской интеграции в Конституцию, что это даст? Европейский Союз говорит, что они никуда расширяться не собираются, что восточные страны не вступят. Соответственно, как можно так откровенно обманывать своих людей? И как можно так откровенно показывать европейцам, что кто-то здесь игнорирует полностью то, что они не собираются никого принимать? Это какой-то очень примитивный аферизм, попытка создать людям какие-то иллюзорные цели. По сути, это дорога в никуда. Получается такая повестка для внутреннего пользования, политическая повестка, и для внешнего пользования. Мне кажется, что вот этот запрет информационном пространстве, наложившийся на продукцию стран, не подписавших конвенцию о трансграниченном телевещании, имеется в виду, прежде всего, конечно же, Российская Федерация, вот это, наверное, шаг, направленный для внешнего зрителя политических процессов Республики Молдова. Ну, наверное, возможно, это и есть ответ на зачем. Но все-таки, вот ваша оценка этого поступка сегодняшнего демократического большинства, и насколько это действительно ограничивает население Республики Молдова в деле получения всесторонней информации? Ну, слишком уже все очевидно, Станислав, что то, что они делают, это беспрецедентно, даже для их западных партнеров. Это абсолютно... Которые, в общем-то, никак не стремятся там ограничивать... Даже эти западные партнеры, даже которые там поднатерели в двойных стандартах, и всегда на протяжении, начиная с 7 апреля, все эти годы поддерживали любые формулы власти, лишь бы эти власти были русофобскими, и лишь бы эти аборигены были им подконтрольны. И поэтому Запад финансировал, деньги уходили в конечном итоге обратно на Запад, но уже на другие счета. Потому что здесь люди реально не почувствовали всех этих миллиардов. Из более 3 миллиардов половина кредита, половина гранты. На эти деньги можно было в Молдове Швейцарию построить. А что мы имеем на самом деле? Все та же бедность, все тоже отсутствие инфраструктуры, все та же незащищенность граждан. И, соответственно, всегда их Запад поддерживал. И самое главное, что очень хорошо поняли ребята в Демократической партии, самое главное пихать русофобию, потому что русофобия идет на Западе на ура. Конечно, я не знаю, насколько искренними были эти заявления, сомневаюсь точнее в искренности. Если даже американский посол на днях на одном из телевидений сказал о том, что это неправильно, что нельзя запрещать телевидение. Вопрос, почему они не оказывают давление в таком случае на этих ребят, потому что у них-то есть инструменты давления, когда им надо НАТО здесь открыть. Говорить одно, а делать... А делать другое. Поэтому я и сомневаюсь объективно в этой критике. Потому что, слушайте, если вы критикуете, то наказывайте влияние. Вы же можете, когда вам надо. То же самое Европейский Союз. Вот их миссия заявил, руководитель миссии Европейского Союза здесь, что это не демократичные методы. Но почему-то они это делают. Вот в чем вопрос. И почему-то дальше каких-то заявлений Запад не двигается. Соответственно, им выгодно эта русофобия. Соответственно, им выгодно насадить здесь антироссийскую риторику, включить Молдову в эти лекалы украинские, румынские, и затянуть ее в любом виде туда, а там уже каким-то образом поглотить. Поэтому я думаю, что их эта ситуация где-то и устраивает. Как они могут поддержать здесь свободные выборы, когда они понимают, что в результате этих свободных выборов здесь придут к власти не те, кому бы им с Запада хотелось бы. Поэтому мы сейчас понимаем... Кого они проинвестировали? Хотелось бы, наверное, видимо, получить дивиденды какие-либо от этого. Поэтому мы понимаем, что на выборах нам недостаточно получить 51% для победы. Мы рассчитываем, нам нужно получать минимум 60% для того, чтобы в конечном итоге иметь то самое большинство, другое, которое хотят видеть люди. А Запад, к сожалению, демонстрирует в очередной раз, что там, где есть и их интересы, не готовы закрывать глаза на все нарушения, которые происходят. В том числе и нарушения тех правил, которые они сами как бы и отстаивают. Да, вот как раз ведь, смотрите, они прекрасно знают, что, то есть наблюдают за тем, как щедро раздаются обещания о евроинтеграции. Одновременно с этим объявляют о том, что расширение Евросоюза даже не планируется. И вы, наверное, знаете этот расхожий анекдот, который бродит в социальных сетях на вопрос, когда Молдова станет членом Евросоюза, ответ после Турции, а когда же Турция? Никогда. То есть, и тогда получается, то есть, очевидены ответы для Молдовы. К сожалению, да. Да. На прошедшем недавно, вот последнем заседании парламента, всплыла тема Днестра. И вот здесь хотелось бы с вами тоже сдержать внимание наших телезрителей, почему сегодня так стала актуальна судьба главной водной артерии Республики Молдова. Мы, страна небогатая, у нас всего две такие реки, как река Пруд, приграничная река, которая разделяет территорию Молдовы и Румынии, и есть река Днестра, которая радует нас и своими пейзажами береговыми, и наоборот, огорчается своим состоянием экологическим. Вот почему сейчас тема Днестра сегодня так важна для того, чтобы ее обсуждали на парламентской площадке? Ну, потому что это вопрос не политический, безусловно, это сегодня вопрос национальной безопасности. 90% питьевой воды — это Днестр. И сегодня, когда Днестр находится на грани исчезновения, как главная артерия, которая оснабжает Молдову питьевой водой, должны бить во все набаты все руководство страны, абсолютно независимо от политики. Но это уже пятая попытка была хоть как-то сдвинуть этот вопрос, и ноль. И я вот на последнем заседании вместе с коллегами мы напомнили, не напомнили, а, так скажем, представили информацию о том, что десятки визитов депутатов, представителей парламента, десятки визитов деятелей руководства правительства, которые стоили бюджету несколько десятков миллионов лей все эти командировки, и никакого результата. Более того, они даже не пытались каким-то образом вставить украинцев, украинскую сторону в ситуацию, что те должны отказаться от строительства этих гидроэлектростанций. По одной простой причине, что их строительство означает, что они осуществляют забор воды, и на выходе обратно в Днестр попадает уже техническая вода, она непригодная, непригодная как питьевая вода уже для нашего сегмента реки в Молдове. Эта вода, она техническая, она приведет к исчезновению флоры, фауны. Я не биолог, но мне кажется, что это очевидно любому человеку. Да, пойма реки Днестр может измениться. Смотрите, объемы воды поступают меньше в русло, и здесь это удары не только по экологии, наверное, и по потребителям. И меньше, и на столь, и меньше самой воды, то есть ниже уровень, это очевидно. Но при этом и качество самой воды. Вот как эксперты из того, что я читал несколько отчетов, у нас есть гражданское общество активное, в которых периодически организации проводили какие-то свои мероприятия, в том числе и протестные мероприятия. Из того, что и они публиковали, из того, что я читал в Одессе, украинские экологи проводили подобную акцию, изменится не просто уровень воды, изменится качество воды. Из-за того, что вода станет технической в Днестре, будет поступать техническая на выходе с тех станций, это может привести к исчезновению форм в жизни в Днестре, и, соответственно, это тоже приведет к исчезновению этой реки. И вот в этой ситуации, когда правительство, парламент, должны были все в едином порыве спасать страну, потому что это вопрос национальной безопасности, они боятся каким-то образом даже... Вот вопрос, почему? Даже маленький какой-то дипломатический демарш, политический, какой угодно, на уровне правительства устроить в отношении Киева. Вот у них в их геополитических всех соображениях, они хотят с Киевом иметь просто идеальные отношения. Понятно, что наши главные олигархи дружат, у них есть бизнес-интересы, и наш молдавский, и украинский. Мы знаем, что Плохотнюк с Порошенко в очень великолепных отношениях. Я думаю, что если бы здесь стояла такая задача, если наше правительство не имеет зубов, не имеет позиции, если наши депутаты привыкли туда ехать, только на селфи ездить за государственный счет, для того, чтобы показать кому-то на Западе, что посмотрите, какие мы дружные. Но на уровне олигархов можно было поднять этот вопрос. Но откажитесь вы от строительства. Можно было обратиться в международные структуры, чтобы международные структуры, Советы Европы, другие организации, чтобы оказали давление, в данном случае на официальный Киев. Ведь они же провоцируют на нас экологическую катастрофу. Я уже молчу, что наши никак не отреагировали на закрытие там молдавских школ. То есть национализм, нацизм, это сегодня в тренде. Пусть украинцы, там вот венгры, румыны устроили настоящую бучу, Димаш на всех площадках. Почему их школы закрываются? Мы, Молдова, там у нас сотни тысяч соотечественников. Мы просто отмалчиваем. Ну хорошо, это большая политика. Мы понимаем, что нацизм здесь, нацизм здесь. Это сейчас модно, в тренде за это платят деньги. Но здесь-то идет речь о воде, о национальной безопасности. У нас нет других источников. Молдова в целом, у нее плохая ситуация по питьевой воде, по источникам питьевой воды. И здесь они просто боятся каким-то образом оказать давление на Киев, чтобы те отказались. Опасность в том, Станислав, я закончу, что уже те инвесторы, потому что речь идет не о государственном, а о частном капитале, стоят для строительства этих гидроэлектростанций на Днестре. Там у них уже согласованы проекты. У них согласованы проекты на строительство. У них согласованы, авизированы уже во всех структурах. То есть вопрос ближайшего времени, когда они начнут это строить. А уже дальше последствия для нас. Это фактически считанные недели, считанные месяцы. То есть это не угроза на какие-то десятилетия. Это угроза на самое ближайшее время. И поэтому мы сказали, что очень грустно наблюдать ситуацию, когда вот эти люди, большинство парламентское, правительство, они почему не переживают? Они могут не переживать только по одной простой причине, что они не связывают свое будущее с этой страной. У них дети, наверное, уже у большинства абсолютно в Европе. Внуки и так далее. Они там видят. Их не очень беспокоит, что будет в этой сне через 5-10 лет. А ведь последующие поколения могут просто проклясть таких политиков, которые ничего не сделали. Вот господин Гелецкий вообще мне сказал, вот когда второй раз я предложил. Проблема есть, она важная. Но вот мне не нравится моду Ункария Астасфаща. То есть ему не нравится, в какой форме это делать. Да какая разница в какой форме. Поднимите вы, мы проголосуем. Не важно, кто предложит. Пусть последний депутат в парламенте предложит это дело. Все остальные должны поднять руки. Потому что мы должны спасти страну. И я почему-то уверен, что избиратели не за это голосовали. Не голосовали, даже давая голоса. За Демпартию, за либеральную партию, за либерал-демократическую партию. Голосуя за них, никак не предполагали, что когда-то окажется, в общем-то, в буквальном смысле разбитого корыта. То есть обессушенного и обезвоженного. Спасибо вам за разговор. Будем с удовольствием вас приглашать и ждать в нашей студии. И продолжать наблюдать вместе с вами. В общем-то, следить за тем, как будут развиваться политические события в нашей стране. Спасибо вам, Станислав. И оказывать возможное информационное содействие нашим народным избранникам. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов, депутат парламента Влад Батрынча. Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас. Спасибо. 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 Спасибо.